Молитесь! Боже, что Иисущий, Богородицу, Тебя величаем! Слава, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресая измерка, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Молитва ради Пречистой Твоей, Матери, Силы Честного Животворящего Креста, Святых Ангелов наших Хранителей и всех ради святых. Помилуй, спаси нас, яко благослови, человека любец. Аминь. Боже, милостью будь мне грешному, создав имя, Господи, помилуй меня. Беющий славец огрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитву святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради Боже, очисти меня грешного, яка не кориже благое сотворив пред Тобою Но избави меня от лукавой, да будет мне воля Твоя Да неосужденно отверзу устам, а недостойно восхвалю имя Твое Святое Отца и Сына и Святого Духа Ныне и пресно, и во веки веков, аминь Царю Небесную, утешителю души истинных, иже везде сей, и вся исполняя Сокровища благих и жизни подателю Преиди и вселисовные, и очистенные от всякие скверные Спаси блаже души наши Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков, аминь Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши Владыка, прости беззаконие наше Святый посети и исцели немощи наше имени Твоего ради Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков, аминь Отче наш, иже и си на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле Хлеб наш насущен, и дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же, и мы оставляем ложником нашим И не веди нас в искушение, но избави нас от лука вагом, ибо Твое есть Царство, Сила и Слава во веки, аминь Уставши от сна, припадаемте блажь, ангельскую песню, пьемте сильный Свят, 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 свят и си Божия, Богородицу и помилуй нас Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодрай сна, воздвигуй мне си Господи ум и просвети сердце, с ним и отверзи Моя же песня, святая Троица, свят, свят, свят и си Божия, Богородицу и помилуй нас И ныне и присно, и вовеки веков, аминь Внезапно судья приидет, и к его же деяния обнажаться Но страхом зовем полунощи Свят, свят, свят и си Божия, Богородицу и помилуй нас Господи помилуй, Господи помилуй Господи помилуй От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица А кому героя Твоя благость и долготерпение Не прогнелся на мне ленивый и грешный Не погубил меня со беззаконием моими Но человеколюбцал и всеобычный И в ничайне лежащий гавазир В нынези Твое же утренье Словоствуйте, держав Твою И ныне, Владыка, просвети мою Още мысленное, отверзи Мои уста, поущайтесь со словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя И творите волю Твою И печите ово исповедании сердечным Воспевайся, святое имя Твое Отца и Сына и Святаго Духа Ныне и присно и во веки веков Аминь Приидите поклонимся Цареве нашему Богу Приидите поклонимся Христу, Цареве Богу нашему Приидите поклонимся И преподем к самому Господу Иисусу Христу Цареве и Богу нашему 143-й Псалом Благословен Господь Человек подобен дуновению Дни его, как уклоняющаяся тень Господи Преклони небеса Твои И сойди Коснись гор И воздымяться Блесни молнией И рассея их Пусти стрелы Твои И расстрой их Прострись с высоты Руку Твою Избавь меня И спаси меня Отвод многих От руки сынов иноплеменных Которых уста Говорят суетная И которых деснится Деснится лжи Боже Новую песню Воспою Тебе На десятиструнной Псалтере Воспою Тебе Дарующему спасение Царям И избавляющему Давида Раба Твоего От лютого меча Избавь меня И спаси меня От руки сынов иноплеменных Которых уста Говорят суетная И которых деснится Деснится лжи Да будут сыновья наши Как разросшиеся растения В их молодости Дочери наши Как искусные Из военные столпы В чертогах Да будут житницы наши полны Обильны всяким хлебом Да плодятся овцы наши Тысячами И тьмами На паже тех наши Да будут волы наши Тучны Да не будет ни расхищения Ни пропажи Ни воплей На улицах наших Блажен народ У которого это есть Блажен народ У которого Господь есть Бог Буду превозносить Тебя Боже Мой Царь Мой И благословлять Имя Твое Во веки и веки Всякий день Буду благословлять Тебя И восхвалять Имя Твое Во веки и веки Велик Господь И достохвален И величие Его Неисследимо Род роду Будут восхвалять Дела Твои И возвещать О могуществе Твоем А я буду Размышлять О высокой славе Величия Твоего И о дивных Гелах Твоих Будут говорить О могуществе Страшных Гел Твоих И я буду Возвещать О величии Твоем Будут Провозглашать Память Великой Благости Твоей И воспевать Правду Твою Щедр И милостив Господь Долготерпелив И многомилостив Благ Господь Ко всем И щедрот Его На всех Делах Его Да славят Тебя Господи Все дела Твои И да благословляют Тебя Святые Твои Да проповедуют Славу Царства Твоего И да повествуют О могуществе Твоем Чтобы дать Знать Сынам Человеческим О могуществе Твоем И о славном Величии Царства Твоего Царство Твое Царство Всех Веков И владычество Твое Во все Роды Верен Господь Во всех Словах Своих И свят Во всех Делах Своих Господь Поддерживает Всех Падающих И Восставляет Всех Незверженных Очи Всех Уповают На Тебе И Ты Даешь Им Пищу Их В свое Время Открываешь Руку Твою И Насыщаешь Все Живущее По Благоволению Пройден Господь Во всех Путях Своих И благ Во всех Делах Своих Близок Господь Ко всем Призывающим Его Ко всем Призывающим Его В истине Желания Боящихся Его Он Исполняет Вопли Их Слышит И Спасает Их Хранит Господь Всех Любящих Его А всех Нечтивых Истребит Устам Изрекут Хвалу Господню И Да Благословляет Всякое Плоть Святое Имя Его Во веки И веки Слава Слава Твою Сыну И Святому Духу И Ныне Присно И Во веки Веков Аминь Аллилуйя Аллилуйя Слава Тебе Боже Аллилуйя Аллилуйя Слава Тебе Боже Аллилуйя Аллилуйя Слава Тебе Боже Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне, и присно, и во веки веков Аминь Многомилостивый и всемилостивый Бог мой И Господь Иисус Христос По Своей много любви сошел на землю И воплотился, чтобы спасти всех И снова Спаситель Спаси меня благодатью Твоею Молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня То ты не будешь благодатью и даром, но более делом Ей многие щедротах и неизречены в милости Ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет И не увидит смерти во веки Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся То верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель Вера же вместо дел да вмениться мне, Боже мой Потому что совершенно не найти дела оправдывающих меня Но эта вера да будет превыше всего Да ответит за меня Да оправдает меня Да я ведь причастником славы Твоей вечной И да не похитит меня Сатана и не похвалится Слово Что оттверт меня от Твоих рук и ограды Ну или хочу спаси меня Или не хочу Христос мой Спаситель Поспеши скорее Скорее Погиб я Ибо Ты Бог мой Очерил матери моей Сподобие меня, Господи Возлюбить Тебя теперь так же Как возлюбил я когда-то свой тайный грех И чтобы снова потрудиться для Тебя Без лени Усердно Как прежде потрудился С Атане Прещающему Особенно же Потружусь для Тебя, Господа и Бога моего Соса Христа Во все дни жизни Ныне и всегда Веки веков Аминь Аминь Святой Ангел Поставь на хранить мою бедную душу И несчастную жизнь Не оставь меня грешного И не отступи от меня за невоздержание мое Не дав возможности злому демону Почи меня себе Пребладание от вас смертного тела Возьми крепко несчастную И опустившуюся руку мою И выведи меня на путь спасения О, Святой Ангел Божий Хранитель и покровитель бедному душе и тела Прости мне все Чем я оскорбил тебя Во все дни моей жизни И если я чем согрешил прошедшую ночь Защити меня в настоящий день И сохрани меня От всякого искушения вражеского Чтобы мне не противить Бога никаким грехом И молись за меня Господу Чтобы Он утвердил меня в страхе своем И сделал меня рабом Достойно своей милости Аминь Пресвятая Владычица Моя Богородица Своими святыми и всесильными молитвами Отгони от меня Смиренного И несчастного раба Твоего Уныние Заввение Неразумие Нерадение Удались скверные Лукавые И хульные помыслы Закаянно моего сердца И помраченного ума моего И погаси плавя ме страстей Ибо я убог несчастен Избавь меня От многих пагубных воспоминаний И помыслов И освободи меня От всяких злодеяний Ибо Тебя благословляют все роды И причистое имя Твое славится Во веки вечное Аминь Аминь Молите Бога о нас Святые угодники Божии Игнатия Владимир Надежды Ибо мы усердно к вам прибегаем Скорым помощником Молитвникам о душах наших Богородица Дева Радуйся обраданно Мария Господь с Тобою Благословен ты в женах И благословен плод чрева Твоего Яко родилась и Христа спас Избавителя душам нашим Непобедимая божественная сила Чеснага Животворящего Христа Господня Не остави нас грешных Уповающих на Тя Спаси Господи люди Твоя И благослови достояния Твое Победа на сопротивные дары И Твое сохраняй Крестом Твоим жительством Спаси Господи Помил отца моего духовного Родителей, суродников Благодетель, митрополита и лариона Епископа Ептихия, Вениамина Агафангела, Диамида, Тихона, Антония Священная Ирея Акима Павла, Геннадия, Сергия, Сергия Василия, Иоанна, Михаила Наума, Кирилла, Амросия Вадима Засима, Андрея Максима, Владимира И Глебу не дай погибнуть Диаконов Евгения Александра, Михаила, Андрея Епископа Максима Митрополита Сергия Патриарха Кирилла Венедикта Франциска Корнилия Александра Деодора Митрополита Тихона И весь священнище Скино, Скичин И высшие истинные служители Миссионеры Христианам Язычникам Иудеям Мусульманам И буддистам И нам Дай еще священникам Если угодно тебе, Господи Смири власти воинства Их наведи страх Туй на них И через них сотвори Благое от церкви Твоей Да вы издавали мудрые законы И дали достойно жить людям Чтоб было еще уделять нуждающимся И сохранив от покушения на них Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана Владимира, Александра, Эрдогена и Амана И даруй мир Израилю России, Украине, Сирии Где война идет И научи нас ценить это мирное время И приготовь землю к великим и страшным испытаниям Грядущим на всю вселенную За отступничество от Тебя Слава Тебе, Господи, за тихую мирную ночь Что жизнь нашу продлил И разум сохранил Дай нам желание трудиться Обнаружить и умножить все наши таланты Дарованное Тобою Здесь его пощинам добрых помощников Наставников, советников И в этот день сохраняя Всякого рода зла и греха И непосильных искушений И защитить селения наши И жилища от пожара От воров От нечистой силы И живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серафима Владимира, Братья Людмилу Любовь Владимира Алексея и Иосифа Прищи добрые жители с детьми Любящими уставы твои И школу сохрани Спаси и помилуй Татьяну, Наталью Игоря, Марину, Никиту Ищадо, Ихвиктор И Сергея, Севастьяна Людмилу, Нину, Олег Расширь пределы в общем Побуди всех на проповедь Евангелия Спаси и помилуй Надежду Валентину, Екатерину, Анастасию Наталью, Евгения, Романа Михаила, Нина, Анну, Юрия Рахиль, Едру, Русика И даруй веру в себя, Господи Самире, Тимуру Дабы не верила же пророчеству Аллилуйя Спаси и помилуй Сергея, Сергея, Александра Александр, с кем познакомились Помилецкому возвесили слово истины И возри на угрозы врагов На все пакости, какие они творят И в судный день не поменим их безумием И примири их с нами, если угодно тебе Посети благодетели наших Воздаем добром в этой жизни и будущем Елену, Людмилу И обрати Евгения, Наталью Надежду, Юрия, Эдуарда Отступников найди Господи Михаила Николая Александра, Юрию И от пьянства избавлю Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря И потерянного Александра найди Где он, Господи Жив Слава тебе, Боже наш Слава тебе Путешествующих Араису, Льва и Виктора И возгласи жилищем И найди все наше родство Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну Посети болящих Дай силу перенести страдания безропотно И пошли мы в исцеление Илариона, Кирилла Алексея, Игоря, Надежду Алифтину, Людмилу, Нину Татьяну, Татьяну, Валентину, Валентину, Марию, Александру Благодарю тебя, Господи За друзей и за врагов За здоровье и за болезни Ибо по твоему благоволению Все это может оказаться на пользу Слава тебе Господи Сохрани наше сокровище в интернете И книги здесь и в пути И трудящихся Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктор Сергея, Сергея, Андрея Андрея, Вячеслава и Содружества его И всех помогающих нам Благослови И обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонфия Откроем истину Твою, Господи Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий Помилуй нас Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий Помилуй меня грешного Слава Тебе, наш Бог Иегова Авва, Отче Свят, свят, свят Господь Саваоф Вся земля полна Слава Его, Аллилуйя Слава Вышних Богу На земле мир в человеках благоволения Аллилуйя Благодарю Тебя, Господь, за тот день В который дал мне веру в Тебя Страх пред Тобой Ожидание Суда Божия Благодарю Тебя за тот день В который дал мне Святую Библию И указал на толкование святых отцов И канона Церкви, как на истину Аллилуйя Упокуй, Господи, в обителях небесных усопших Отец и братья наших И же с верой и надеждой На воскресенье жизни, еще отошедшей от жизни сей Ибо нет человека на земле Который, живя, не согрешил бы Прости им всякое согрешение Вольное и невольное И душам нашим полезное Сотвори Пресвятая Госпожа Богородица Преснодева Мария Матерь Христа Бога нашего Спаси нас молитвами своими Господи, воздай добром всем Кто помогал нам в путешествии Благослови Николая Виктора, Павла, Зинаиду, Владимира Дмитрия Сергея Ангел Христов Хранитель мой святой Моли Бога о мне грешнем Благодарю тебя, мой ангел Сколько лет ты хранил и защищал Не покини в смертный час Когда душа будет раздущаться от тела И проведи душу мою по мытарствам И введи ее навеки В вечное царство Христа Бога нашего Аллилуйя Ян Креститель, предтеча Христов Моли Бога о нас Научи нас, Господи, жить и в бедности Имея пропитание и одежду Быть благочестивым и довольным Никогда не роптать Никому не завидовать И быть во всем экономным Святитель Христов Никола Мирликийский чудотворец Моли Бога о нас Укрепи народ твой, Господи Дабы не страшиться ни царей, ни начальствующих И не участвовать в бесплодных делах тьмы Но и обречать Аллилуйя Молите Бога о нас Святые пророки Божии Илья, Иерисей, Инох, Моисей, Самуила, Аарон, Иов, Авель, Ноя, Иосиф, Патриархи, Ездра, Ниеми, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варуха, Зеки, Иосия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрахи, Пророк, Михея, Авраам, Исаак, Иаков Да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою Дабы день прихода того нашего отшествия Не застал нас не готовыми Но чтобы вышли на встречу тебе С горящими светильниками Истинной веры И сосудом полными Елея добрых дел Соделаны в Духе Святом с любовью Аллилуйя Молите Бога о нас Святые Ангелы, Архангелы, Херувимы, Серафимы Все небесные силы Престолы Божьего предстоящие Святые Апостолы, Петр и Павел Евангелисты, Матфея, Марка, Лука и Иоанн Да дарует Господь нам жажду Исследовать Священное Писание Ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную А они свидетельствуют о тебе Аллилуйя Молите Бога о нас Святые мученики и мученицы Игнатий Богоносец, Поликарпс, Минский, Устин, Философ Космаи, Дамиян Андреев, Стратилат и Ирон, мученик Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимний, Комедийский Георгий Победоносец, Пантелеемон Сорок святых мучеников Царь Николай, Святое Царское Семейство Владимир Винами, Иосиф Борис и Глеб Молите Бога о нас Да укрепит Господь народ свой Дабы никто не принял начертания Зверя Антихриста Будь милостив к нам, Владыка И дай веру добрую Анфиму Вениамину И устраши родителей За такое ложное воспитание детей Молите Бога о нас Святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоусов Афанасий Великий и Премсирин Антоний, Макарий, Макарий Антоний, Пеодосий, Корнилий, Еу Сергий, Радонский, Степан Пермский Серафим Саровский Ян Тоборский, Ян Кронштадтский Ян Шанхайский Кирилл, Мефодий, Иннокентий Николай, Макарий, Алтайский, Филарет И все перевозчики Священного Писания Молите Бога о нас Да сохранит нас Господь В святой православной вере А замыстрите коп разруши И в ничто преврати Аллилуйя Молите Бога о нас Святые жены и девы Фекла первомученица Патина Самарянина Феврония Вера, Надежда, Любовь Матерь Софии, Наталья, Адриан Варвара, Екатерина Перепетовья Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина Мария Магдалина, Мария Египетская Прискила и Акила Андроник и Юния, Киприяна Устина Да дарует Господь Женам и Девам послушание Молчание Соломудрия и стыдливость Женам и Девам Сохрани, Господь, от всяческого поруга Несправь непокоривость Галины, Семейства и Евгения Надежды Людмилы И Анна И прими нашу молитву Возьяния рук, как жертву вечернюю Благоухание, приятное перед престолом Благодати Твоей, Господи Мы просим Тебя Соедини молитву нашу С молитвами всех святых Молящихся к Тебе на небе и на земле Боже Всемогущий И Всевышний Создатель наш Услыши и исполни молитву всех Молящихся о нас во благо нам Любящий наш Отец Небесный Ради голговских страданий Сына Твоего Единородного Господа И Бога нашего Иисуса Христа И пролитой им крови Услыши наши молитвы И исполни о всех Заповедавших нам молиться о них Спаси их и помилуй, Владыка Ибо на Тебя уповаем Аллилуйя Аминь Говори, Господи, Владыка Слушает и дослышит Трап твой Аминь 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Вот тут, кто, я не знаю, ГК, это было ГК ЧП, когда подняли тут, коммунисты хотели вернуться снова к власти. ГК, что это такое? Друг, враг, еретик, мы не знаем. А с еретиками молиться нельзя. Ну почему нельзя подверговать с человеком? Что, не может поставить, помочь ему? Ну, у нас правила определенные, мы православные, у нас мужчины и хуминисты. Ты меня слышишь, Сергей? Игнатий Тихонович, это Кадушкин, Герман Кадушкин. Да что ж ты, Георгий Кадушкин, ГК ЧП? Кадушкин, куда ты делся-то? У тебя фотографии хорошие, борода и в поясе. Что ты, я не пойму. Я с телефона просто ухожу, у меня дома внук спит рядом, я с компьютера не могу, это временно. Ну, в общем, сделать так, как есть, это наше правило. Георгий, пожалуйста. Хорошо, понял. Мы же тебя знаем, порядочный человек, верующий, и спрятался в ГК ЧП, да что ж такое-то? Кого мы приняли-то? Оказывается, свой брат пришел и закрылся щапланом-то этим. Скинь этот на мордик с тебя. Хорошо, понял. Еще не исправлю. Давай, Сергей, веди, рассказывай. А что ты пошла? Ты тут рядом слышишь и все. Ты сидишь целыми днями одна, хватишься. Ты сиди здесь, слушай. Ты боишься, как тебе еще не сказали. Да я знаю, я это знаю. Ну, сделай, иди обратно. Да что в конечном туда? Она там тоже слушает. А? Она там тоже сидит, слушает. Верну. ГК. Это государственный комитет, ГК ЧП. Ты понимаешь, это восстание. В 1974 году. И вот где кадушка. Ну, вот и все. Залез в кадушку в эту, сидит. Кадушкин, фамилия какая. Кадушка, это большая бочница. Допустим, камина. Фамилия-то, говорю. Ложкин туда приехал ко мне. Не спрашивал, еще военный. Ложкин. Сколько видео включил. Да, печка делала, колбаска. Это пенкинг, в холоде пенки срывает. То есть, любое слово, кружкинг, там, не знаю, все. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Коммунизм». Тон 30. Вопрос 4041. Сравнивали ли пастыри, наступившую годину испытаний для церкви, с тем, что уже было описано в Библии? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Официальная пресса об этом не могла пикнуть. А вот в переписке катакомбный епископ задается таким вопросом. Что же случилось, что вчерашние их прихожане вдруг стали громить и рушить храмы и убивать священников? Но он так и не договаривает до конца, что во всем этом виновата вина всей церкви во все времена, ибо спрятали Слово Божие от людей, а приучили к храмовым стояниям, торжествам праздничным. Цитата. Некоторые прискорбные обстоятельства в моей жизни до сих пор не давали мне возможности ответить подробно на твое двукратное вопрошение о том, какую нашу болезнь душевную нужно почитать самой главной и самой тяжелой. Теперь я вижу в условиях пустыни, имею досуг... Так, не вижу, а живу. Не в буху перекидываешь, Сережа. Теперь я живу в условиях пустыни, имею досуг, и поэтому посильно могу ответить на твой вопрос. Несомненно, друг мой, то, что наша основная болезнь, подвергшая жизнь нашу великую печаль, есть та же, какая была у народа иудейского в самые мрачные периоды его существования. Пророки израильские неоднократно обличали эту болезнь, представляли народу ее величайшую опасность и ею объясняли все бедствия жизни. Святой пророк Исайя определяет эту болезнь так. Огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Святой пророк Иезекий. Весьма много их на поверхности поля. И вот, они весьма сухи. И сказал мне, сын человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал, Господи Боже, ты знаешь это. Иезекииль 37, 1, 3. Уже от этих слов пророческих мы можем определить и нашу болезнь, во всем подобную той, которой страдал Израиль. Это прежде всего забвение Бога и Его заветов. Жизнь только плотью, умножение всех грехов и беззаконий, и через сие впадение в крайнюю степень нечестия, в ненависти к истинному добру, правде, любви и божественной красоте. Когда мы глядим на современных людей и видим у них все признаки таковой болезни, то в великой горести тоже хотим сказать, оживут ли кости сии? Когда мы видим детей, воспитанных во вражде к Богу, детей, у которых отсутствует познание правды, которые пропитаны лукавым умольщением, то так же сердце рвется вопросить Бога, оживут ли кости сии? Когда перед нами простерта глубочайшая печаль о Родине нашей, оторванной от жизни духовной и церковной, опять мы имеем горячее желание вопросить всемогущество Божие, оживут ли кости сии? Как мы несчастны, как мы больны душой своей, отторгнутой от Тебя. Мы видим, воистину видим, что мертвые те, в которых нет Духа Божия, животворящего, единого, могущего дать дыхание жизни. Как видимое следствие такой великой нашей болезни, безверия и отступления от Бога, на нас самих и на всем окружающем нас, лежит великая, безпросветная, безысходная печаль. Кто из нас не смотрел на неутолимую печаль, которая лежит теперь на всех полях и долинах земли русской? Сердце чувствует в этой печали тяжкое духовное сиротство. В настоящее время люди бегут из деревень и жмутся к большим городам. Что за причина сего явления? Недуховные люди объясняют это причинами экономическими. Мы же знаем, что у человека, кроме тела, есть душа. И часто бывает так, что там, где телу жить удобно, душа задыхается. И не стремится ли она ныне порвать цепи, связывающие ее? Не от мукли душевных, все стали скитальцами. Дубовый листок оторвался от ветки родимой, и вдаль укатился жестокою бурей гонимой. И сколько теперь таких листиков безродных, бесприютных? Кружатся люди по кругам своим, но не могут обрести себе успокоения. Ибо успокоить может их только он один, начальник всякой жизни и всякого дыхания. А его забыли и оттолкнули от себя. Русский человек вообще терпелив. Трудно описать, что он перенес, в особенности за последнее время. Но когда разрушили у него связь с Богом и отняли веру, то он стал беспокойным бродягой. И вот от множества таких бродяг, переполнившись землю нашу, стало еще печальнее, еще страшнее, еще сиротливее. Два года тому назад я проживал в одной деревне. Тогда на временной квартире моей не было удобных условий для совершения молитвы каждым утром. Чтобы помолиться, я уходил в поле. Я выходил на бескрайнее холмистое поле, с которого открывался вид на необозримые равнины. Далеко, почти за 30 верст, были видны нивы, пашни и копошащиеся в подневольном труде люди. Храмы Божии везде были закрыты и стояли без крестов, без колоколов. Не видно было около них народных верениц. Пошло. Петербург. 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 Но из каждого, простите, поразила нас страшная язва безверия и нечестия. И поэтому из каждого дома, из каждого угла глядит на нас злая печаль. Одни из домов не имеют икон, их выбросили. И заметьте, их выбросили не безбожники. Иные жители более стыдливые, иконы попрятали, занавесили их, чтобы не было их видно. Часто там, где висели иконы, можно видеть портреты чуждых духу христианства людей. В каждом человеческом обиталище теперь устроено радио, которое от раннего утра до позднего вечера отвердит о том, что жизнь стала замечательной, прекрасной и необыкновенно радостной. И так каждый день. И от этой лжи дни стали еще печальнее, еще тошнее, постылее. Теперь мы постоянно сталкиваемся с таким неверием, которое безудержно ненавидит святыню Господню, заповеди Христовы, правду евангельскую. Но еще нам часто приходится быть свидетелями показного, лицемерствующего неверия. Теперь часто человек для благополучия своего, для того, чтобы застраховать себя от гонений, чтобы сохранить за собой теплое местечко, квартиру с удобствами, будучи верующим, публично легает свою веру. И это показное неверие, отвратительнее и печальнее неверие, основанное на баснях невежества и внушенного бесами. Можете ли вы постичь всю глубину этой нашей болезни? Люди высмеивают свою веру перед толпой звероподобных людей, высмеивают, чтобы снискать себе благополучие. Люди надели на себя унижающие всякое человеческое достоинство маски и хотят в этих масках выслужиться. Свой человеческий лик люди ради временных выгод прикрыли личиной прислужничества неверию. Люди перестали служить Богу сначала как будто бы только наружно, а потом опустошили и внутренность своей души от веры. И вправду, тогда Бог стал далек от них. Люди окаменели сердцем своим и впали в духовное бесчувствие. Вот поэтому печально теперь видеть не неверие глупцов, а веру расслабленных, веру слепых, веру малодушных. Человек признает, что без веры он жить не может и в то же время глумится над своей верою. Теперь мы везде видим совсем диких детей, совершенно лишенных религиозных понятий. Их учителя, сами не имущие познания правды и добропорядочной нравственности, планомерно убеждают младенческие души в том, что ложь есть правда и что зло есть добро. Детей, которые выскажут в школе как-нибудь свои религиозные убеждения, предают общему позору, насильственно срывают с них кресты и ставят в положение совершивших великое преступление. В каноны больших церковных праздников, например, Пасхи и Рождества Христова, такие оглупители внушают детям, что эти праздники появились как следствие темноты. Когда же дети спрашивают, почему так много темных людей, праздновающих церковные праздники, то оглупители обычно молчат. И на многие детские вопросы они не дают ответа, ибо знают, что преподают ложь. Ах, как много Чичиковых и Смердяковых развелось теперь на русской святой земле. Можно убедительно доказать, что нашу тяжкую болезнь беззверия, маловерие, малодушие искусственно растят какие-то хитроумные специалисты. В настоящее время эти специалисты искусственно преграждают всем церковным людям все пути к истине и к благодати Христовой. Также искусственно открываются широкие пути ко всяким ересям и дьявольским кухням, гипнотизму, спиритизму, теософии, хлыстовщине и тому подобное. Особенно много жертв проглатывает баптизм, пользуясь доверчивостью и жаждой жизни духовной у русских людей. Разве нет великой печали видеть на баптистском или другом юридическом собрании какую-нибудь старушку, родившуюся и воспитанную в святой церкви, и теперь громко воспевающую безграмотные, в кавычках, духовные стихи. Но особенно тяжким нашим несчастьем является то обстоятельство, что духовенство, оставленное безбожниками служить у открытых алтарей, лишено в большинстве своем как веры, так и доброй совести. В одной из своих книжек Максим Горький пишет, что английские попы и о Боге говорят по должности, приличия ради. Жизнь Клима Стамгина. К глубокому прискорбию мы должны сознаться, что эти слова весьма приложимы к тому духовенству, которое ныне служит в так называемой Московской Патриархии. И такое свидетельство о современном духовенстве будет не нашим личным утверждением, а свидетельством главы этого духовенства и легальной церкви митрополита Сергия Острогородского. В 1943 году при своем поставлении в Патриархии митрополит Сергий произнес речь, в которой признал, что главная скорбь церковная нашего времени – это неверующее духовенство. Между прочим, митрополит Сергий в своей речи приводил тот факт. В одном селе была открыта церковь, накануне пасхальных дней это случилось, но священник, назначенный к этой церкви, не приехал. Поэтому верующие и церковный совет долго размышляли и обсуждали, как им в своем храме отправить пасхальное богослужение. Случайно они узнали, что в их большом селе проживает некий заштатный священник. К этому священнику была направлена делегация от прихода с просьбой утешить верующих села духовной радостью на столь великие праздники. Священник, пришедшим к нему, ответил так. Отслужить вам пасхальное богослужение я, конечно, за известную плату могу, но как честный человек должен предупредить вас, что в Бога я не верую. Приход очень мало рассуждал о неверии этого батюшки и согласился принять его в свой храм как пастыря. Велика наша печаль в том, что подобных неверующих, в кавычках, духовных отцов мы теперь встречаем часто. Наружно они истово отправляют все богослужения, а внутри являются только мертвыми сухими костями. О, страшное время! В открытых храмах мы видим таких священников, которые открыто похваляются своим неверием. Мы слышим о священниках, носящих на груди по два креста, имеющих в кармане билетов союза воинствующих безбожников и компартии. В храмах, называющие себя пастырями, ловят пришедших к ним на исповедь в политике, чтобы сотворить Иудин грех, чтобы по сумам своим уготовать темницу. Даже у нас в селе недавно подвыпивший служитель алтаря в кавычках по доброте своей убеждал верующих не исповедоваться у него в одиночку ввиду того, что он патриот и не может не донести об известных ему преступлениях против существующего закона. Как бы ни издевались над церковью безбожники, батюшки, служащие теперь в храмах всегда будут опровергать наличие гонений и притеснений церковных, указывая на самих себя, как на, цитата, «свободную, негонимую церковь». Представьте себе такую картину. Открыт храм, в нем идет служба, но в алтаре служат только одни, ряженые в церковные визы безбожники. На клеросе поют неверующие артисты, у ящика церковного стоит шпион и совсем не церковные люди. А ведь такая картина это наша современная действительность и в таком бывшем сердце православия, как Москва. А над кем и чем, в кавычках «право» правят размножившиеся епископы, когда именующий себя митрополитом ленинградским Григорий открыто сказал, что они, в кавычках «архиереи», не имеют права назначить в тот или иной приход священника. На это есть другие органы. Разумеется, чтобы дать такие поразительно печальные результаты, болезнь наша, о которой мы ведем речь, приключилась не сразу. Она у нас началась уже давно и гораздо раньше, чем предполагают некоторые. Сначала у нас появились священники, так называемые либеральные священники. Вроде Г.Г. Петрова, Гапона, господина Петрова, Гапона, думских батюшек и сельских священников, кооператоров, разводителей племенного скота, устроителей судных касс и тому подобное. Что такое либеральный священник? Нам понятно, когда говорят либеральный политический деятель. Но получается ли здравый смысл в соединении слова либерализм со словом священник или сын церкви? Если уж понимать разумно, то слова либеральный священник, то лучше говорить человек, предпочитающий дух времени заветом церковным и вообще человек, пренебрежительно относящийся к предметам веры и церковным идеалам. Известный философ В.В. Розанов говорит, что либеральный священник это селедка, густо посыпанная сахарным песком. Поэтому вскоре от либерализма либеральные батюшки перешли к безверию и лицемерию. И обновленцы от 1922 года были ничем иным, как продуктом того модного либерализма, которым увлекались люди нетвердых церковных понятий. обновленцы от 1922 года уже явились подлинным орудием сатаны в его яростных нападениях на церковь Христову. А нынешние преемники обновленцев служители так называемой московской патриархии не только не плачут о своей печальной участи и положении, но даже гордятся ими. Они готовы всегда вслед за признанием справедливости революции признать справедливость разорения церкви. Как будто бы уже такое признание состоялось. Ведь молятся же служители московской патриархии о преуспеянии и утверждении всех дел врагов Христовых. Ведь назвал же митрополит Сергий своей известной декларацией 1927 года радости безбожников своими радостями и тем самым расписался в том, что современным архипастырем и пастырем надо радоваться уничтожению христианства и христианской жизни в нашей стране. Я не знаю, что нам больше сейчас оплакивать. То ли разорение бесчисленного множества православных алтарей, то ли алтари, оставшиеся как будто бы целыми, алтари, в которых как будто бы происходит богослужение, а на самом деле производится их неслыханное поругание и обращение их на службу древнему противнику Христа. Ведь доподлинно известно, что у оставшихся алтарей неразрушенных служат люди лишенные веры. Ведь в сущности говоря, видимых всем священных православных алтарей сейчас уже нет на Руси. Как больно об этом говорить. Куда бы мы не обратили свой взор, везде мы видим губительные результаты сей нашей первой и самой тяжкой болезни. Присмотритесь хотя бы к науке и в особенности к науке нашей отечественной. В ней теперь исключительно преобладает злая воля, руководимая неверием. Возмущается вся душа, когда слышишь, как некоторые ученые спекулируют и добывают себе удобное и высокое положение в так называемом обезьяньем вопросе или теории самопроизвольного зарождения жизни. Эти ученые своему рассудку вопреки, пренебрегая действительными научными достижениями, упорно доказывают темным людям, что человек только усовершенствованная обезьяна, что в скором времени можно будет открывать завод искусственных человеков и так далее. В опытах последних нашей отечественной науки характерно то обстоятельство, что все они направлены к тому, чтобы отнять у человека все человеческое достоинство и поставить его на одну ступень с бессловесными скотами. Так называемые люди науки теперь нарочно и ненарочно по невежеству духовному путают веру со знанием. Для убеждения наивных в том, что души у человека нет, а Бога вообще не существует, ученым, потерявшим совесть и честь, ставятся научные опыты, пишутся ученые книги, созидаются музеи. Во всех этих трудах и хлопотах преднамеренно искажается сущность христианской веры. Бороться с истинно православной христианской веры наука не может. Она сначала перед глазами невежества искажает истину и потом уже конечно не спровергает ее. так было и с Господом нашим Иисусом Христом. Дьявол сначала опорочил и исказил его дела и учения, а потом уже предал их на беззаконный суд. Еще с глубокой грустью нужно признать, что у нас все меньше остается людей действительной духовной культуры, которые могли бы пролить свет Божий на сгустившуюся тьму. Я помню время, какое было 30 лет назад. Тогда все, тогда везде можно было найти людей с огненной верой и искренней решимостью служить Богу всеми своими талантами и средствами. Теперь же перевелись такие люди. Большинство из них уничтожено врагами веры. А теперь хладеет в первых сердцах. Есть, разумеется, верующие, но эти верующие боятся носить нательные кусты. кресты. Верующие верующие боятся носить нательные кресты, боятся перекреститься в публичных местах, боятся писать в анкетах, что они верующие. да, вера осталась, но стала у многих совсем другой, не такой, какой она была прежде, несокрушимой, безбоязненной, беззаветно преданной Господу. Мы хоть и верим, но дела имеем неверных. Я вспоминаю здесь слова одного епископа, который недавно говорил. храм иногда бывает переполнен народом, и в то же время истинных похлонников Богу в нем почти нет. Как никогда теперь уничтожаются и оскверняются святыни наши, и мы совершенно безразличны к этому неслыханному богохульству. Мы верим, что не хотим каяться, не хотим хоть одну заповедь Божью соблюсти. Как тягостно смотреть на верующих эстетов, ищущих от церкви лишь одного душевного удовольствия, а не душевного спасения. Как грустно смотреть на веру многих, которая мирится со всяким беззаконием и учреждает нравственность средней руки. Может быть так на веру может быть так на веру нашу действует огрушающее ее неверие? Безусловно, неверие воинствует, неверие наступает на веру, не стесняясь средства. Но ведь во времена древних гонений кто мог победить веру мучеников и исповедников? Сколько тогда жило святых среди отвратительного нечестия и язычества? Наша зараза страшнее и болезненная и болезненнее того древнего неверия, ибо тогда вера отвоющего на нее неверия увеличивалась, но не убавлялась. Кто-то темный и жуткий работает систематически и планомерно над разрушением веры в каждой душе. Планомерно систематически уничтожены истинные пастыри стада Христова, истинные монахи и учители монашества. Планомерно уничтожен законный канонический епископат. С хитростью прежде невиданной подделывается управление церковью, заменяются истинные свидетели Божьи усердными слугами безбожников. Кто-то хочет сделать человека существом абсолютно христианский безнравственным. Кто-то хитрый, хочет заставить человека совсем забыть Христа, хочет заставить верующего человека служить врагам веры. Как могло случиться, что в такое короткое время у миллионов людей отняли веру, разломали тысячи храмов, уничтожили всех добрых руководителей и поставили на службу церковную прислужников врагов церковных. Это могло случиться только во время величайшего упадка живой веры. Странные и невыразимо скорбные явления мы наблюдаем в так называемой московской патриархии. В первое воскресенье Великого Поста провожглашается патриархом анафемов всем еретикам и отступникам от святой православной веры. И тут же эти еретики и отступники приглашаются в стены церковные на совместную конференцию. Иерархи и пастыри московской патриархии взяли на себя задачу произносить речи о мире. Конечно доброе это дело при условии что если они не лицемерны если говорить о мире не лицемерно то прежде всего нужно позаботиться о просвещении всех светом Евангелия Христова. Но разумно ли единовременно усердно насаждать безбожие и мир в сердцах? Христос есть мир наш Ефесянам 2.14 Как можно нелицемерно говорить о мире не преподав прежде Евангелие Христово? А сего Евангелия верующим в нашей стране достать невозможно и его никто нигде теперь на Руси не распространяет и об этом прекрасно знают иерархи выступающие с красноречием о мире Таковы полные невыразимой грусти картины болезненной жизни душ христианских в нашей стране в наше время Таково течение самой страшной и самой главной нашей болезни Заметим что в результате этой болезни появилась печаль переходящая у многих малодушных в отчаянии Результаты и количество отчаяния скрываются то есть много признаков говорящих что оно растет не по дням а по часам Везде во все уголки жизни растеклось злосмрадное заразительное неверие Везде оцепеневает жизнь душ Поэтому мучителен крик наш ко Господу А живут ли кости сии Пока довольна Поют вторые петухи На темном небе занялась светлая утренняя заря В правлении нашего колхоза бьют в обломок старого рельса Мне же настало время уходить в темное убежище Здесь я указал тебе и на некоторые явления нашей общей болезни Указал на ее течение ведущее в бездны последние В следующем письме если Господь благословит я полагаю открыть тебе главные причины этого заболевания или как выражаются подобные тебе медики уяснить эти аллогию его Да хранит тебя Господь и царица небесная для вечной и нетленной жизни Письмо 7 Книга Второзакония 2 15 Да и рука Господня была на них чтоб истреблять их из среды стана пока не вымерли Иуды 1 5 Я хочу напомнить вам уже знающим это что Господь избавив народ из земли египетской потом не веровавших погубил Евреям 4 2 Ибо и нам оно возвещено как и тем но не принесло им пользы слово слышанное не растворенное верою слышавших ребенок сам старается достать и на зубок беззубым ротом отведать храним он ангелом посланником Христа везде микроб греха большие беды и множится познание у младенца мир познается суточным трудом я сам до старости от этих слов не деться пока к исходу к праху мы сойдем но слово божие о нас расширяет взор что часто мы не сами домогались а враг исконный скинул на позор на спусковом крючке вдруг оказался палец сам по себе никто не проживет то слева враг то справа ангел тянет дать милостыню или в свой живот и значит не на небо а в туалет и в яму сам не постигнешь жизни глубину соблазнов сколько с памперсов пеленок что будет дальше трудно заглянуть какой волною дерево наклонит и наша самость наизлейший враг подножку ставит измерением в ближних сам рассмотри прошедшее подряд при перемене власти кто кому что лижет не разбери ха в совести в уме не человеком сделаться подонком сам по себе не сможешь не суметь чтоб разобраться где порвется в тонком ко мне придите иисуса глаз всех принимает без меня ничто вы он разумения и совет подаст и перевод так вовремя почтовый за руку правую ведет свое дитя и через стопи тягот переносит и пули снайперов дугою просвистят жар утешает не спускает росы 28 октября 2008 год Игнатий Лапкин 1 10 10 9 20 Штар Игнатий 2 2 2 2 2 4 3 4 6 6 Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Коммунизм». Том 30. Вопрос 4077. Почему в газетах не пишут про арест Душенова Константина Юрьевича, главного редактора православной газеты «Русь православная»? «Зная о патриотической деятельности таких мудрых людей, нельзя ли как-то подкорректировать, поправить их деятельность, чтобы они шли на благовестие, а не боролись только за справедливость и за великую Россию?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Газет много и есть местные, так что там может и писали. Но и из интернета узнать можно кое-что. В 21 томе «Открытым оком. Вопрос 3433» я уже сказал мое видение по этой теме и послал Константину Юрьевичу несколько своих книг. Но ответа не последовало и в публикациях его своего письма не находил. Думаю, что при всей своей смелости он не решился обнародовать мое письмо. Я им советовал оставить в покое жидов, а заняться своей душой. Евреи и иудеи имеют цель – построить третий из Соломонов храм и воцарить Машиаха Мессию Антихриста. Они делают это, как им кажется справедливым. А то, что они считают всех нас сотворенными не так, как они, что у них есть якобы вторая душа божественная, а у нас только из дерьма и блевотины, так что же из того? Много ли мы сделали в своей жизни и в истории святой, а вернее юродивой Руси, чтобы эти жиды нас полюбили? Нам ведь и рта раскрывать не надо на них, а только просить прощения у Бога, что гнали их, били и мучили. Дело Константина Юрьевича Душенова в связи с его фильмом «Россия с ножом в спине» вступило в судебную стадию. Первое судебное заседание было назначено на 26 марта 2008 года в 11.30 в здании Кировского районного суда Санкт-Петербурга. В обвинительном заключении против. Первое. Душенова Константина Юрьевича в совершении преступления, предусмотренного пункт В, часть 2, статья 282 УК РФ. Второе. Малышева Александра Владимировича в совершении преступления, предусмотренного пункт В, часть 2, статья 282 УК РФ. Милешка Петра Геннадьевича в совершении преступления, предусмотренного пункт В, часть 2, статья 282 УК РФ утверждается, что они совершили, цитата, действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности, происхождение отношения к религии, совершенные публично и с использованием средств массовой информации, организованной группой. Кавычки закрыты. Константин Юрьевич Душенов, цитата, являясь автором текста, зачитываемого им самим, а также самостоятельно определив последовательность сюжетов фильма, создал фильм «Россия с ножом в спине. Еврейский фашизм и геноцид русского народа», в котором имеется информация, содержащая идеи ненависти, вражды, унижения достоинства человека в отношении евреев, словесные средства, выражающие отрицательные эмоциональные оценки и негативные установки, характеристики, унижающие достоинства человека и группы лиц в отношении евреев. Перечисление, смотри, вопрос 4076. Последняя фраза в приведенном отрывке из обвинительного заключения, а также такой пункт обвинения, перенос всех отрицательных свойств иудейской религии на евреев, как на этнос, нам кажется весьма важным в данном прокурорском обвинении. То есть прокуратура признает наличие в иудаизме отрицательных черт. И получается, что если бы Душенов обвинял евреев не по этническому признаку, а по конфессиональной принадлежности к иудаизму, то уголовных претензий к нему не было бы. В связи с этим я, как заявленный в процессе свидетель, намерен привести на суде мнение знаменитой еврейской деятельницы, социолога Ханны Арендт. Цитата. Именно в процессе секуляризации, то есть отхода от иудейской религии, родился вполне реальный еврейский шовинизм. Представление об избранности евреев превратилось в представление, что евреи будто бы соль земли. С этого момента старая религиозная концепция избранности перестает быть сущностью иудаизма и становится сущностью еврейства. Заметим, что автора этой цитаты еврейские источники называют одним из крупнейших политических мыслителей нашего времени. Нераздельность национального и религиозного признаков евреев является сложным духовным феноменом, который может быть понят только на богословском и мессийском уровне, как связанность этого народа коллективной клятвой данной при богоубийстве. Кровь его на нас и детях наших. В ангеле от Матфея 27-25. И даже для внимательных людей, неверующих, этот феномен очевиден хотя бы в нерастворимости евреев, неспособности их к полной ассимиляции среди других народов, в характерных чертах национальной психологии. Именно поэтому раввины не разделяют между национальным и религиозным понятиями принадлежности к еврейству, считая, что сама еврейская кровь священна и обладает неким мистическим качеством только евреи-люди. Поэтому сам факт биологической принадлежности вполне достаточен для того, чтобы считаться евреем. Религия признает евреем даже от того человека, который не связан с ней. Еврей может быть полностью ассимилирован, а по мнению некоторых даже исповедовать другую веру. Но, другую веру, в национальном отношении быть полностью оторванным от еврейского народа. Но с религиозной точки зрения он остается евреем, так как в потенции он обладает возможностью возвращения к религии своих отцов. То есть национальное единство в еврействе возведено в степень религиозного. И потому даже еврей-атеист по их закону считается евреем, который имеет право на репатриацию в Израиль, где талмудический иудаизм является государственной религией. Таким образом, отмеченные прокуратурой отрицательные свойства иудейской религии вполне присущи и еврейству в целом. Хотя, разумеется, на индивидуальном уровне бывает немало исключений. А потому сущность дела Душенова, как и многих подобных обвинений в антисемитизме, при всех возможных стилистических резкостях в его работах сводится к следующему. Первое. Очевиден бесспорный факт, зафиксированный в прокурорской экспертизе книги Цирух Шульхан Арух и в соответствующем постановлении Басманной межрайонной прокуратуры от 24 июня 2005 года, что этот еврейский кодекс поведения оскорбителен для всех неевреев, то есть разжигает национальную рознь. Однако прокурор не стал превращать этот факт в положительное по закону уголовное дело против носителей морали. Так, простите. Первое. Очевиден бесспорный. Обложенное по закону. Последние бесспорные. Я заново перечитаю. Первое. Очевиден бесспорный факт, зафиксированный в прокурорской экспертизе книги Китсур Шульхан Арух и в соответствующем постановлении Басманной межрайонной прокуратуры от 24 июня 2005 года, что этот еврейский кодекс поведения оскорбителен для всех неевреев, то есть разжигает национальную рознь. Однако прокурор не стал превращать этот факт в положенное по закону уголовное дело против носителей морали Шульхан Аруха. Второе. Вполне оправданная защитная реакция Константина Юрьевича Душенова на бесспорно доказанное разжигание национальной вражды евреями, жидами прокурора ставит в вину самому Душенову. Поэтому на суде мы должны настаивать на обсуждении сути проблемы. Соответствуют ли действительности или нет в фильме и в других инкриминируемых в Душенову материалах обличительные утверждения о жидах и их нравственном кодексе поведения. И если да, то мы должны настаивать, что запрет на констатацию этого очевидного факта есть не только правовое извращение причины данного русско-еврейского конфликта и запрет русским на самооборону в нем, но и нарушение конституционных прав, свободы совести, статья 28 Конституции Российской Федерации, свободы мысли и слова, статья 29. Ведь обвиняемый действовал только словом. В частности, в моем судебном процессе 2005-2006 года против раввинов суд счел, что их публичные утверждения в мой адрес, что я нацист, который стравливает народы, прививает ненависть и агрессию, толкает к кровопролитиям. Это проявление свободы слова, которой вправе пользоваться жидовская сторона. Почему же в таком случае не вправе делать это русское, причем с гораздо большим и экспертно доказанным основанием? Можно предположить, что суд будет выполнять в данном деле заранее предписанную сверху директиву, а наши аргументы услышаны не будут. К сожалению, и адвокат Константина Юрьевича Душенова, два года ведший его защиту и хорошо знакомый с делом, отказался от участия в суде как безнадежным. Ему, видимо, дали это понять. Но в любом случае нам не остается ничего другого, как воспользоваться судом для нового публичного оглашения в СМИ первопричины русско-еврейского конфликта. Хоть такая будет польза. И мы приложим все усилия, чтобы как можно шире распространить информацию о суде и его заказном характере при уходе от обсуждения этой главной проблемы и процесса и современной Российской Федерации и современного мира. Мы будем устраивать на эту тему пресс-конференции и пикеты. Надо постараться превратить дело Душенова в обвинительный процесс против них. Такова моя позиция как одного из руководителей движения «Жизнь без страха иудейская» М. В. Назаров Первое судебное заседание 26 марта 2008 года закончилось тем, что суд вернул дело в прокуратуру как неправильно составленное. Похоже, суд решил первым делом продемонстрировать свою принципиальность и непредвзятость. Псалом 72.8 «Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока» Псалом 79.7 «Положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами» 1 Царств 13.19 «Кузнецов не было во всей земле Израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча и копья» Прокуссия 7.16 «Они обращались не ко Всевышнему, стали как неверный лук. Падут от меча князья их на дерзость языка своего. Это будет по смеяниям над ними» Кормушку под окном для воробьев Устроил я Араве в ржавом платье. Того гляди, стекло в окне пробьет, Такой вознёй и дракой дружно платят. Мне интересно через тюль вплотную, Расплющив нос, рассматривать печужек, Как выбирают нужное, Спеша сглотнули, Им мусор, пустота, Семян совсем не нужны. Подумалось. А нам, кормящим этих птах, Приходится всю жизнь, Вот так же выбирая, Искать нужнейшее. От пота не роптать, Мы сверху выглядим Такими ж воробьями. Что слышали, смотрели, что, почём, Не застревает ли мякина в горле? Остья! И слыша про отравленных мой ум учёл, В молитве отче наш краюшку просим. Я воробья не видел в одиночку, Они всегда иршистой стайкой всюду, О хлебосольности не каждый так хлопочет, Не тиражируем на нищих наше блюдо. Без воли Божией на землю не падёт, Ни воробей копеечный, Ни пёрышко его. По птичьему умишку В кормушке их полёт, Наскок оглядывается, Ходит так пешком. Насколько ж он, Трусишка, осторожен, Имея жизнь одну, Оглядываясь часто, Поучимся сему, Насколько только можно, Есть Божий суд, И нас, и с нас ему начаться. При снегопаде не забыть подсыпать, Зависимость у них вся от моих щедрот. Без Божьей милости В постель не лягу сытом, Без благодарности И ком в горле поперёк. Воробушки чирикают и учат, Не я, а Бог, Питатель всякой твари. В очах творца, Насколько же я лучше, Бог для меня печёт, Шинкует, Жарит. 27 ноября 2008 год, Игнатий Лапкин. Во имя Отца и Сына, И Святого Духа. Аминь. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Коммунизм». Том 30. Вопрос 4107. «Нынешнее состояние общества Похоже ли на то, Какое было перед Октябрьским переворотом В 1917 году?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Аналогию можно найти, Но народ очень уж сильно не тот. Сегодня редко где можно встретить Человека, который готов Пожертвовать собой ради России. Не говорю о жертве за Христа, Потому что это должно быть У каждого и во все дни. Но и ныне иногда встречаются Жертвенные люди. Но основные силы они тратят Не на благовестие Христова, А на справедливость в земном плане. Все же земное, Такое уж временное, Сказать нечего. Газета «Известия», Объявившая 18 октября На всю Россию, Что антисемитская Русь православная, Приобретшая широкую известность После публикации Скандальных писем 505 тысяч 15 тысяч С требованием закрыть Иудейские организации Изгнано из интернета. Оповещать своих читателей О нашем возвращении, Конечно, не стало. Да это и понятно, Не к лицу крупнейшей Еврейской демократической газеты Страны расписываться В неспособности Нынешних Жидолюбивых Властей Заглушить Слово Русской Христовой Правды, Все громче Звучащее В сознании Нашего народа. Мы бы и вообще Не стали упоминать Об этом. Дискутировать С жидодемократами Дело бесполезно, Если бы не одна деталь. В последнее время Демократическая печаль Как светская, Так и внутрицерковная Усиленно пытается Налепить на Национально-освободительное Движение Русских Православных Патриотов Ярлык Националистов Экстремистов И маргиналов. На это Не стоило бы Обращать Никакого внимания, Если бы Некоторые из нас Не попались На эту Жидовскую Удочку И не принялись Бы оправдываться. Мы, мол, Не маргиналы И не экстремисты, А вполне Приличные люди. Думается, Что это Глубокое, Хотя и Искреннее Заблуждение. Русские Православные Патриоты Несомненно Являются Именно Националистами Маргиналами И экстремистами В самом Высоком И благородном Значении Этих Прекрасных Слов. Да, Мы Бескомпромиссные Русские Националисты. Причем Националисты Не просто Бытовые Или Идеологические И политические. Мы Националисты Религиозные Православные Исповедующие Свою Веру Высокое Промыслительное Предназначение Русского Народа Как народа Богоносца Народа Хранителя Святынь Христовой Веры В наши Суровые Апокалиптические Времена Глобальной Агрессии Мирового Сатанизма Да Мы Маргиналы Маргиналы Христовые Ибо Начиная Со времен Апостолов И мучеников Малое Стадо Верных Всегда Было Маргинально По отношению К пагубному Духу Века Сего И Обманутому Им Большинству Слепо Следующему Послову Спасителя Широким Путем Ведущим В погибель Ибо Господь Заранее Предупредил Нас Что Узок Путь Ведущий В Царствие Небесное И Немногие Идут Им Матфея 7 13 14 Да Мы Экстремисты Ибо Православные Экстремизм От Латинского Экстремум Крайний Высший Наибольший Есть То Наивысшее Состояние Христианской Души То Крайнее Проявление Ее Любви К Богу И Ближнему То Наибольшее Духовное Благо Которым Апостол Павел Засвидетельствовал Для Меня Жизнь Христос И Смерть Приобретение Филипийцам 1 21 К Православному Экстремизму Присвал Призвал Нас Сам Господь Сказав Теперь Продай Одежду Свою И Купи Меч Лука 22 36 Православными Экстремистами Были Все Без Отключения Святые Угодники Божии Мученики И Бессеребренники Преподобные И Юродивые Думаю 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 Не Будет Преувлечением Сказать Что От Века И До Ныне Вход В Рай Сладости Божьи В Царство Небесное Вечную Блаженную Жизнь Духи Святого Возбранен Всем Кроме Православных Экстремистов Самым Делом Доказавших Свой Священный И Бескомпромиссный Экстремизм В борьбе С плотскими И Бесплотными Врагами Господа Нашего Иисуса Христа А еще Мы Антисемиты Если Разуметь Под этим Термином Противостояние Глобальной Агрессии Еврейского Российма Черносотенцы И Жидоненавистники И Нести Все эти Почетные Наименования Мы Русские Люди Должны Торжественно И Благоговейно С высоко Поднятой Головой И сознанием Своей Высокой Ответственности За судьбы Веры И церкви Нашего Родного Народа И Возлюбленного Отечества А по большому Счету И Всего Мира Что Касается Нашей Газеты То Я Будучи Ее главным Редактором С чистой Совестью Заявляю Что Русь Православная Есть Ничто Иное Как Антисемитская И черносотенная Газета Русских Националистов Православных Экстремистов И Маргиналов Христовых Такой Она была Все последние Годы Такова Она Сегодня Таковой Будет И впредь Пока Бог По великой Милости Своей Дает нам Силы Соответствовать Этим высоким И благородным Духовным Званием А для того Чтобы Ни у кого Не возникало Сомнений В характере Нашего Издания Эти его Характеристики Антисемитская И черносотенная Газета Русских Националистов Православных Экстремистов И маргиналов Христовых Мы С сегодняшнего Дня Вносим В самый Логотип Газеты То есть В ее Название На первой Странице Помоги нам Господи Первое Царство 1736 И льва И медведя Убивал Раб твой И с этим Филистимлянином Необрезанным Будет То же Что с ними Потому что Так Поносит Воинство Бога Живого Не поносить Псалом 73.10 Мягкого знака Нету Псалом Первое Царство 1736 И льва И медведя Убивал Раб твой И с этим Филистимлянином Необрезанным Будет То же Что с ним Потому что Так Поносит Поносит Воинство Бога Живого И поносит Ты до этого Зал Одно Шаг Сейчас Две Не с ним А с ними Во множественном В том числе Ага И А Поносит Где Ударение Это Ты Присчитал Не Поносит А Поносить Мягкий Знак А это Инфинитив А здесь Со совершившейся Действием Он Поносит Уже Мягкого Знака Нету Здесь Ты два раза Присчитал С мягким Знаком Поносит Поносит Да Еще раз Господи Благослови Первое Царство 1736 И льва И медведя Убивал Раб твой И с этим Филистинлянином Необрезанным Будет То же Что С ними Потому Что Так Поносит Воинство Бога Живого Аминь Благослови